Комсомольская стройка на Южном Урале стала судьбоносной для Людмилы и Евгения Провоторовых. 4 сентября этого года они отметят 60 лет совместной жизни. Планируют большой семейный праздник. У них два сына, три внука, две внучки и два правнука. А началась семейная жизнь с фразы «Пойдем посмотрим». Рядом с моим домом ЗАГС был. Небольшой дом, первый этаж. Говорит, давай поднимемся. Посмотрели расписание, он говорит, давай распишемся. Евгений Васильевич – потомственный цементник. Принимал участие в строительстве заводов на территории нашей страны и за ее пределами. Воскитим попал по направлению. Работал заместителем управляющего треста. Много ездил, много видел. Людмила Ивановна занималась с детьми, обустраивала домашний уют. Но любовь к путешествиям у них общая. Глядя на нашу семью, я понимаю, что, в принципе, мне открыто много. И это идет, начиная как раз с бабушки и дедушки, всего, чего они прошли. И действительно вызывает чувство гордости за них и за всю нашу семью, в принципе. Медаль за любовь и верность сегодня вручили супругам Юргановым. В декабре прошлого года они отметили свой золотой юбилей. Их первая встреча случилась в аптеке, где Светлана Максимовна работала фармацевтом. Молодой геодезист Геннадий Васильевич только вернулся с экспедиции. Дождался вечером и проводил до дому, а до автобуса только проводил. Мне он не понравился. С бородой такой, это самый непонятный парень. Потом прошло сколько месяцев, месяца два, наверное, три, когда у тебя кончился сезон. Ты пришел тоже в аптеку, прибежал, уже побритый, подстриженный, уже совсем другой парень. Вот тогда мы и познакомились. Встречались недолго. В середине 1972-го познакомились, к концу года расписались. Вырастили двоих детей, сейчас помогают с фнугом. Медаль за любовь и верность станет символом семейного долголетия. Мы тоже вначале были не сильно правильные. Все было. Вот как-то уступали друг другу, наверное. Слушали друг друга. Ну, как-то так, да. Ну, правильно, надо друг другу маленько уступать, где-то ты прав, где-то она права. Живите по-человечески, уважайте друг друга, любите друг друга. Всякое в жизни бывает. И неприятности бывают, и бывают сложности. Многое зависит от женщины в семье. Все зависит от женщины. Муж, он работал всю жизнь. Со мной дом был, и двое росли. Семья – это главная ценность любого общества. А дружная и крепкая семья дает человеку силы, помогает в трудную жизненную минуту. В нашем городе немало добрых и крепких семей, которые трудятся на благо нашего города, воспитывают счастливое и талантливое поколение. Хочется выразить особую признательность многодетным, приемным семьям и выразить слова искренней благодарности тем супружеским парам, которые на протяжении долгих лет выстраивают свои взаимоотношения на основе мудрости и доброты. Праздничное мероприятие продолжило выступление из Китимской группы «Чек». Артисты исполнили кавер-версии песен разных эпох. Праздничное мероприятие продолжение в следующей серии.